Тоже очень тебя люблю, ты моя звезда, у тебя всё прекрасно. Вот с этого мы и начнём. Настройка на итоги года. Так, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы собрались в кретчаном хабе All 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 Planet, дабы подвести и поговорить об итогах года. Почему вы так оцениваете на меня, смотрите? Потому что каждый раз, когда ты что-то говоришь, кажется, что ты стебёшься. Нет, ни в коем случае. Кстати, не вам одним так кажется. Ну да, поэтому ни в коем случае дело в нас все. Так, у нас тут Даня Романалиев, Айнура Романалиева. Ну, давайте начнём. Мысли над душой от Айса до Бакаса. Да, где-нибудь там. Как вы оцениваете год? Давайте начнём с этого. Мне кажется, что он был очень непростой. Тяжёлый не хочется говорить, наверное, непростой. Интересный, очень насыщенный. И с людьми разговариваешь с нашими полулушными. Многие говорят, что год был результативный. Ну, сейчас посмотрим. Окей. Даня, вам как год? Ну, я... Короче, кого-то поздравлял, говорил, вот, ещё один такой год, когда ты рад, что он заканчивается, заходишь в Новый год, а потом подумал, что это такой неблагодарный посыл, потому что в этом году так много хорошего произошло. На самом деле. Тоже. Ну, не только аж хорошая была. Да. Ну, тяжёлая тоже была очень. Мы потеряли несколько близких людей, и были разные сложности, и у компании были сложности, и в личном, да, как бы с роднёй. И в этом смысле это очень тяжёлый год. Но в компании, мне кажется, всё плохое, что происходило, оно реально нас сделало сильнее, и мне кажется, мы, наоборот, вышли с большими плюсами всех ситуаций. Печно, да. Эту неприятность мы переживем. Это вообще вот переживает. Окей. Давайте начнём с небольшой интерактивной части. Я походил по компаниям, взял у них небольшие цифры. Так, и вот, улулой ивент. Сейчас хоть узнаем, что происходит. Да, да, да. Ну, расскажи нам, пожалуйста. Так, как вы думаете, сколько провели ивентов за год? 700. Ага, ваша ставка. Ну, по моим прикидкам, больше тысячи должно быть ивентам. Больше тысячи? В смысле тысячи? На площадках наших. Я не говорю только про ивенты, которые мы организовываем. Да, да, да. Тут про общее количество. Я не говорю только про большие ивенты. Есть маленькие ивенты, есть большие ивенты, есть внутренние ивенты, там, дострахоны. А, ладно, я просто одну ивенты с инноваторами. Окей. Ну, вы плюс-минус все правы. Ответ – тысяча ивентов. Ну, там, плюс с небольшим. Тысяча ивентов за год произошло в нашей стенах. Итак, давайте... Это то, что мы сами организовали? Нет, это общее количество. А, окей. Да, включаем партнеров, включаем то, что мы проводили. Как вы думаете, сколько было гостей на всех этих ивентах? Ну, если тысяча, на каждом в среднем 50. Ну, я думаю, не 50, я думаю, 30. Нет, были же ивенты, когда по несколько сот людей приходило. Ну, да, был ивент, где 5 тысяч пришло, да, людей за один день. 50 тысяч я хочу тут. Давайте меньше говорите. Ну... А, три человека? Неужели больше? Итак, ответ суммарно было плюс 20 тысяч гостей. На какие-то ивентарные ты пришел? Не, ну, бывает же, там плохая погода, и у нас 5 человек сидит. Но все же сидит. Окей, окей. Итак, что же еще? Сейлс. Кажется, в эти 20 тысяч не посчитано открытие у Плэна. Плэна-то, да, который 5 тысяч посетил, возможно. Так, отдел продаж, сейлс. Как вы думаете, сколько он принял звонков за год? Интересно. Но сейлс – это те, кто получают первыми все звонки, сообщения, которые пишут в ООО и не звонят. И насчет Исакуля, и насчет тваркингов. Мне цифра 50 тысяч понравилась, а хочу ее услышать. Меньше, называется. Я не думаю, что 50 тысяч. Я думаю, что… Ну, я зомбирую. Будут же смотреть, наверное. Вы что, сейлсы, меньше 50 тысяч звонков получили, да? Ну, я думаю, что тысяч 20, наверное, точно получили. Да, 23 тысячи звонков. Сколько посетителей. Короче, тебе сначала позвонили, потому что… Да, да, да. В общем, ты понял, что у нас и Нурой разные любимые цифры. Итак, сколько же было переписок? Как вы думаете, вот они переписывались с клиентами? После чата? Да. Сколько вообще было переписок? Ну, люди, наверное, больше пишут, чем звонят. Здесь нет. Мы рушим все стереотипы. А, ну тогда, если 25 тысяч было звонков… 23. Ой. Ну, надо… Вы продолжаете программировать. Это, наверное, не сообщение, а людей, которые записали. Именно вот переписок. С одним человеком может быть много. Да, да, да. Я хочу 10 тысяч. Мне опять не хватит. Я думаю, что больше, наверное, больше ждут людей с тысячами. Да, да. Вы правы, 15 тысяч абонентов, с кем переписывались. Вы представьте? Это вот эти наши маленькие феечки. Здесь только все наделали за год, а есть… Слушай, это 40 тысяч коммуникаций. Представьте себе, это… Тяжело быть интровертом. Это действительно огромное количество. Итак, вопрос про Акджо. Вы в этом году были… Расскажите. Я управляла Акджо в этом году. В этом году. В следующем тоже буду я. Приезжайте, будет классно. Вот еще лучше. Итак, тогда вопрос давайте именно к вам. Сколько забронировано номера ночей? Да блин… Попробую Акджо. 50 тысяч. Нет. Не продолжайте программировать. Я видела эту цифру, но я не помню. 15 тысяч. Я думаю, что где-то 12 с чем-то. Что-то такое. 50 тысяч. 10 тысяч 300 номера ночей было забронировано. Номера ночей. Окей. Давайте. Следующий вопрос. Самая длинная бронь именно в Вололу Акджо? По-моему, что около 90 дней. Больше. Серьезно? Серьезно? Да. Представьте себе. Я тоже удивился. Подождите, а кто там? Мы знаем примерно кто, но типа 90… Это с мая по… Сентябрь. Сентябрь, получается. Это что, 90? Ну, короче, больше 100. Да. 130 ночей. Серьезно? Да. Вау. Не знаю, кто. Представьте. Итак, вопрос по Фэмили. Сколько было забронировано номера ночей? Именно в Вололу Фэмили. Варианты ответа. А. Тысяча. Б. Три тысячи. В. Четыре тысячи. Человека ночей? Номера ночей. Номера ночей. Настолько меньше? Подожди, там в 5 раз меньше мест, чем в Апчелы. Да, это он работает весь год. Работает круговидвечно. Ну, наверное, тысяча… Это максимальная цифра. Тысяча три? Четыре тысячи. Номера ночей было. Да. Ну и давайте, по классике, тогда уж самая длинная бронь в Вололу Фэмили. И там весь год может кто-то живет. Но цифры меньше. Серьезно? Да. Сто дней? По-моему, я кого-то знаю, кто там жил три месяца. Я не знаю, насколько актуальны, но ответ… Да, вы правы, шестьдесят. Я даже знаю, кто это. И даже знаю, почему там был год. Мне также прислали еще цифры медиа. Олло Медиа, да? Кумаля сидит за кадром. Давайте обсудим… Ну, наконец-то, большие цифры можно поговорить. Давайте тогда начнем с общих охватов. Вот у нас есть группа компаний. Это Джонголд, есть страница Олло Сити, есть страница ОСИФа, Абджол Фэмили. Общий охват у нас составил шесть с половиной миллиона человек. Там шесть тысяч. Все как население Крустана. Пятьсот девяносто семь тысяч пятьсот шестьдесят один. Это мы охватили. То есть наше… Такое количество человек увидело. Это тоже на самом деле безумно. И общее количество постов у нас семьсот девяносто семь. Но попросили выделить именно страницу Олло Сити основную. За год у нас вышло триста пятьдесят четыре публикации. Это не считая декабрь. Почти раз в день. Почти, да, каждый день. И охват четыре миллиона. Представьте себе, какое огромное количество. Вы что-нибудь хотите добавить по медиа? Давайте так. Ну, уровень профессионализма очень сильно вырос. Это видно. Мне очень нравится то, что ребята делают. В этом году у меня было выступление в Египте, на которое я не смог поехать, потому что египетское посольство и просто не смогло за сорок дней решить, давать мне визу или нет. И вместо меня туда поехало наше видео, видео-презентация, которую медиа меня буквально за сутки изготовили. Спасибо ИРСу. И мои коллеги, которые были на этой конференции, сказали, это было лучшее выступление на конференции, при том, что все остальные были оффлайн. Так что это, конечно, заслуга медиа. Мне очень нравится то, что ребята научились делать. Я не думаю, что на этом рынке есть более профессиональные команды, которые с такой скоростью умеют работать. Мне кажется, что Олумедия у нас активно АИ использует. Мне кажется, что из всех команд сейчас, кто очень активно использует этот инструмент, это Олумедия. Ну, вообще цифры, конечно, у нас офигенные. Я просто помню, как эта компания создавалась. Я помню, как первый смс ввелся. Ой, смс, говорю, смс. Я уже даже забыла, как это называется. Мне чуть-чуть смешно, когда у нас такие цифры, потому что это что-то... А я тоже сижу, думаю, сидишь просто, а вокруг что-то происходит. Когда мы успели такую привычную компанию создать? Спасибо, что рассказал и показал. Видите, как интересно. Итак, давайте вернемся, наверное, к такой небольшой хронологии. Я посидел, покопался опять-таки в Инстаграме. Мы туда публикуем все актуальные новости. Я сделал выборку небольшую, что у нас проходило. И вы можете давать свои комментарии по этому поводу. И начнем с января-февраля. 11-го числа у нас произошло большое событие. Это открытие All the Planet. Да, вот здесь по данным, как вы и говорили, у нас в этот день посетило более 5000 гостей. Более 60 ивентов проходило на всех пяти этажах. Более 50 спикеров и из крупнейших организаций Кыргызстана было. Давайте вспомним вот эти вот ощущения, что для вас само открытие All the Planet. Самого большого, да, креативного хаба. Думаю вообще, что вот этот 2023 год, он прошел под знаком All the Planet. То, что самое часто звучало. То, что нас вывело на новый уровень. Благодаря чему отношение к компании, мне кажется, тоже поменялось. Поэтому какой-то знаковый проект очень. Гораздо лучше, да, чем когда Медридорград и Меркурий. Да. Нет, очень крутой проект. И делал нас очень заметными на международном масштабе тоже. Мы очень много освещения получили в этом году. И в том числе благодаря All the Planet. Например, статья Forbes, она вышла потому, что журналистка из Forbes, она приезжала сюда и походила на экскурсии в All the Planet, запечатлилась, захотела сделать материал о нем. И потом, когда у них подвернулся правильный выпуск, который касался недвижимости, они обратились к нам, просили рассказать про All the Planet в целом. Так что All the Planet, конечно, это такой огромный магнит. И самое крутое, это то, что это не просто там какое-то красивое здание, которое как музей стоит и боишься подышать на стенку. Оно живет, оно развивается, оно заполнилось гораздо быстрее, чем мы ожидали. Оно работает сейчас финансово на уровне третьего года из наших финансовых планов. То есть оно намного быстрее начало эффективно очень работать. И, конечно, это особое чувство, потому что это здание мы придумывали с нуля, когда здесь была просто земля. И это очень интересно, потому что на примере All the Planet мы могли отследить, как идеи и разговоры и какие-то исследования превращаются в очень успешное здание, которое реально можно пощупать, которым можно восхититься. Мы это здание очень любим, да. Что делает это здание очень особенным? Да, здесь очень классные материалы были использованы и так далее, но его вот сложность, этого здания, почему его очень трудно будет воспроизвести, да, к примеру, просто взять, скопировать куда-то, потому что здесь очень много сделано вручную. И здесь, перефразируя то, что Атай сказал бы как-то немного по-другому, здесь очень много кропотливой, ручной, мелкой работы. Вот, но вы можете представить, что сказал Батай. Окей. Тогда дальше. Мы возобновили Diplomatics Dialogs, да, это серия неформальных бесед с послами разных стран и международных организаций в Кыргызстане. Давайте свои комментарии по этому поводу. Зачем вообще нужен такой формат? Что это? Может, кто не знает. Мы поняли в какой-то момент, что если мы хотим, чтобы Кыргызстан гарантированно развивался, то нам нужно делать его максимально открытым для мира. И я в первую очередь говорю не о правительстве, чтобы оно путешествовало, встречалось и так далее, а я говорю о такой народной дипломатии, о том, чтобы люди в Кыргызстане лучше представляли, как устроен мир, как устроены люди из других стран, как устроены другие культуры. И чем больше вот этого обмена будет, тем лучше. И я считаю, что это и есть главная миссия любого посла, в первую очередь, представлять свой народ, а не просто вести переговоры с правительством какой-то другой страны. Поэтому мы в какой-то момент затестили такую гипотезу, а что если мы послам предложим приходить и разговаривать с публикой, чтобы любой человек с улицы мог зайти, послушать и задать какой-то вопрос, перепроверить гипотезу и так далее. И мы начинали с послов Британии и США когда-то, еще до пандемии. И сейчас мы в этом году возобновили и провели вот очень классную встречу с послом Британии, провели дипломатик-дайв с послом Германии, ой, да, с Германией. И это, кстати, была очень интересная встреча, ссылка на видео есть, где она рассказывала, в том числе, как она работала в Африке, послом Германии и в нескольких африканских странах, например, в Чаде. И это были очень интересные инсайты, потому что я думаю, что мы про Африку ничего не знаем, а Африку через призму посла Германии это особенно интересно узнавать. Вот. И не было еще ни одного посла, который бы отказался. Не было ни одного посла, к которому бы обратились, сказали, у нас есть вот такая идея, вы не против, это очень неформальный разговор и так далее. И чтобы посол сказал, нет, мне запрещает мой мандат, я не могу там нижнее говорить и так далее. Мне очень нравится, как послы на это реагируют. Хорошая тенденция. Да, да. Так, 10 марта на YouTube-канале у Лос-Итса вышел первый выпуск новой серии таких подкастов, посвященных AI, искусственному интеллекту. Говори, говори. Вы смотрели, Аня? Нет, конечно. Я, честно, не смотрела. Она с 10 марта Айнура находилась на Иссы-Коле. А, да, вам было не до этого. Ей было не до подкаста. Да, 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 скажем так. Она была занята. Мне кажется, что если сегодня спросить любого человека, как давно появились нейросети, которым может любой человек в мире пользоваться, то все будут думать, что прошло лет пять. Ну, три как минимум. На самом деле, в декабре прошлого года чат GPT появился и стал доступен для всех. И это абсолютно невероятно, что это произошло всего год назад. И мне кажется, вот этот год, он был такой шокирующий, потому что мы увидели, как искусственный интеллект может рисовать, как он может создавать музыку, как он может создавать видео, как он может создавать новых персонажей, как он может оживлять фотографию, делать из фотографии видео. Мы увидели, как дерутся нейросети, как много конкурентов появилось в сучат GPT за этот год. Вы можете говорить про BART, вы можете говорить про Anthropic и про много других нейросетей, которые разгоняли. OpenAI показал очень классный пример, как можно действительно развить могучую нейросеть, потому что методологии разнились, и та методология, которую использовали в OpenAI, благодаря Брокману, Соскеверу и прочим, она оказалась суперэффективной. И сейчас это создало прорыв, который весь мир повторяет. И это создает очень много возможностей для такой страны, как наша, которая теряет меньше. С другой стороны, это создает риски для всего человечества. И поэтому я подумал, что будет полезно создать, ну, хотя бы такой небольшой цикл разговоров про искусственный интеллект. И буквально на первой же встрече мы договорились с Игорем Чемеркиным и телеком Алмутовым создать клуб про искусственному интеллекту. И это все переросло в оффлайн-ивенты и комьюнити, онлайн-комьюнити тоже, и INKG, в который можно в Телеграме найти, к которому можно присоединиться. И это работает по сей день. Раз в месяц проходят ивенты по связанной с искусственным интеллектом. Так что я рад, что вот это тот кейс, когда мы начали с подкаста и переросли во что-то большее. Продолжим тогда тему. Я добавлю. Да, говорите. Мне кажется, что 2024 год у нас пройдет по знаком AI, потому что сейчас уже на встречах с управленцами активно обсуждается, то есть готовится к тому, чтобы мы готовимся к тому, чтобы уже активно увлекаться, использовать это в работе и в своих бизнес-процессах. Что-то мне подсказывает, что 2024 год будет посвящен очень серьезно этому. Да и этот год, мне кажется, только об искусственном интеллекте и говорили все вокруг. Это одно дело говорит, такое дело уже работает. Использовать в работе. Да, мы в Wall Office много занимаемся документацией того, что мы делаем, потому что это предтеча для того, чтобы обучать свои нейросети. и мы много обсуждаем, как мы могли бы использовать ее активнее для того, чтобы ускорять развитие компании, ускорять открытие новых хабов, может быть, ускорять анализ новых вокаций, где можно было бы открывать хабы. И да, я думаю, что в 2024 году мы начнем тестить уже какие-то свои нейросети, о модели. Так хорошо, как делать. Да. Слушай, у нас подкаст получится, да? А не ролик для Инстаграма. Если мы каждый месяц будем так обсуждать... Может, мы это не делаем для Инстаграма? Да? Да. А то я рассчитывала, что мы на 2 минуты расскажем основные поинты и разбежимся. Не получилось. Не получилось. Не получилось. Не факт. Мы уже каждый месяц так обсуждаем тщательно. Раз мы заговорили про клубы, в этом году образовалось несколько, да? Как вы уже сказали, это клуб ИИ, книжный клуб, стартап-клуб в конце года появился, ораторский клуб, киноклуб в Урманхане и веб-3. Зачем эти клубы нужны и для чего вот это все создается? Ну, еще кроме того, что ты назвал, у нас большой цикл лекций с психологом. А психологом прошел и сопровождался такими уютными, чайными вечерами в Урманхане. Английский клуб был. Да. Сейчас запускается, вот прямо сейчас, когда мы записываем, это проходит первый ивент, цикл лекций по управлению личными финансами, который тоже, мы надеемся, перевестет в некий клуб. И клуб мы начали с книг в этом году, примерно там в марте или феврале. Написал пост в Телеграме, что хочу, чтобы мы обсудили вот список из вот этих примерно там 30-40 книг, не художественных, профессиональных книг. И я хотел бы, чтобы мы запустили это в формате клуба, но я не смогу этим заниматься постоянно. И мне было бы классно, ну, я был бы рад, если бы появился доброволец, который бы взял на себя функции модератора. И вот Канышай Мамытова взялась за организацию этого кинокнижного клуба. И, представляешь, прошло уже 28 ивентов. На некоторых было 10 человек, на некоторых было 100 человек. Ну, это вообще потрясающе, что 28 разных книг было обсуждено. То есть каждый ивент был посвящен одной книге. И только, по-моему, один или два раза спикер повторился. Но все остальные, они были проведены разными людьми. И разные люди, некоторые из которых говорили, это мое первое выступление публичное в жизни, это тоже очень классно. По крайней мере, все эти 28 человек, они прочитали эти книги. И они, конечно, подтолкнули других людей читать эти книги. Формируется очень интересное сообщество. В конце года они собрались, наградили лучшего спикера. Да. Да. И знаешь, кто победил? Было голосование, люди отмечали, кто был лучшим спикером, на взгляд. Победил Алмаза Бекова. Серьезно? Да. А он надежда такой выступил, да? Да. Ну, все выступали по одному разу почти. Круто. И это было очень приятно видеть, как все были воодушевлены. Было очень приятно видеть, что формируется реальная комьюнити людей, которые любят книги, хотят друг с другом собираться, обсуждать. И на следующий год мы планируем другой немного формат. Тоже очень интересный. Так что книжный клуб это очень круто. И книжный клуб нам показал, что людям нравится собираться в клубы. Что когда ты называешь это цикл ивентов или что-то такое, у людей не возникает некой эмоциональной привязки. Когда ты говоришь это клуб, то люди объединяются в группы, они пишут в этих группах, сопричастности больше, желание присоединяться больше, привлекать людей в этот клуб тоже больше. И мы чувствуем, что у общества в целом есть запрос на клубы. Поэтому мы призываем всех создавать больше клубов. И вот сообщества суперважные. Вот Айнур в конце года придумал этот ивент Ярмаку сообществ. Ты можешь о нем сказать в двух словах. Это был комьюнити фест. Как раз в декабре проводили день моего рождения. Ну, в смысле он не специально был при помощи. Так назначили. И цель была как раз-таки показать, какие есть сообщества, клубы, чтобы у людей была возможность выбрать, на месте поспрашивать и выбрать. Потому что, мне кажется, это очень классная возможность отдохнуть душой, побыть среди людей, с которыми общие какие-то интересы. Ну, кстати, этот ивент прошел классно. Было огромное количество человек. Полностью весь этаж. Это в какое время ты видел? Первый этаж. В какое время это было? Нет, очень много людей приходило. Можете посмотреть. У нас выступления были. Да, выступления были. В общем, приходить в следующем году, вы говорили, еще будет, да? Ну, да. Я надеюсь, что мы повторим в более теплое время года. Потому что, так поняли, одна из причин ожидалось больше людей, что не дошли, а погодные условия влияют. Такой большой теме перейдем. 10 марта, марта, нет, в марте наш Дюкурку Кенеш принял закон об изменениях в налоговый кодекс, включая то, что нужно для создания парка креативных индустрий. Давайте поговорим об этом. Ну, я только об этом везде и говорю, может быть, ты в этот раз? Да нет, скажи так. Ай, нура. Не выйти. Я через пару минут вернусь. Вернитесь через 10 минут. Ну, об этом действительно очень много говорится. И это очень интересный случай. Я надеюсь, что, ну, как случай кейс, да, что в какой-то момент будет как кейсом для изучения я очень надеюсь дожить до момента, когда уже будут видны результаты, что, говорю реально, то, что это, по сути, инициатива, которая начиналась там совсем вот группой людей тоже как раз таки, которая была объединена интересом. И когда ты видишь, что сейчас это выражается в виде закона, который влияет на экономику целой страны, да, это очень интересно. И ну что, я надеюсь, я очень надеюсь я мечтаю, обычно мои мечты исполняются. Я мечтаю, чтобы в январе парк креативных индустрий заработал. Парк креативных индустрий это особый налоговый режим. Я не буду вдаваться в подробности, прогумлить очень много информации и надеюсь, что он успешно заработает и покажет свою эффективность, свою значимость и станет хорошим кейсом для других стран тоже. Ну то есть, что это очень круто будет, что будут говорить, что вообще начало положено в Кыргызстане. Мне кажется, это классно. Ну да, я хотел бы здесь еще отметить в первую очередь работу Мозгуль Кубакаевой, которая взяла на себя управление ассоциацией, стал исполнительным директором, когда мы ассоциацию создавали два года назад. И я думаю, что нам невероятно повезло в ассоциации пяти индустрии, что такой человек взялся за эту работу, потому что думаю, что мы очень хорошо друг друга дополняем с Носгуль, в том смысле, что ее дипломатичность, ее выдержка, которую она получила, в том числе работая в японском посольстве и обучаясь в Японии в университете, я думаю, что это такие важные причины того, что в итоге все это получилось. Что это, конечно, коллаборация года. сейчас только ленивый не обсуждает плохие решения, которые принимаются государством, но бывают вот такие очень хорошие. Бывает такая коллаборация, где на уровне президента был большой интерес к созданию новых идей, которые бы помогли стране развиваться ускоренно. И все это началось с президента, когда он указ о поддержке креативной экономики и инновационного развития. В прошлом году в апреле издал потом закон, он был принят парламентом и пролоббировал Министерством экономики. Они тоже проделали большую работу DAI, очень важная организация британская, которая тоже помогла, привлекла нам в помощь консультантов, юриста, экономиста, которые помогли нам проработать основные документы и после этого закона вот в этом году было принято изменение в Новый кодекс. Потом в этом году в Лоло Пленет в июне прошла такая очень классная презентация, где премьер-министр Кубин Джапаров выступил и объявил о создании парка креативных индустрий. Это было связано с постановлением о создании. Потом летом, как известно, мы столкнулись с прямым противодействием. Были люди, которых было желание как-то по-другому эту идею реализовать. На мой взгляд, это было очень неконструктивно и вредно, о чем мы высказывались публично. И в итоге вот в декабре вышло постановление новое, вышло о перечне видов деятельности. И это очень хороший перечень. Нам пришлось где-то согласиться с логикой налоговой, министерства экономики, которые были обеспокоены возможными потерями блогов и попросили исключить определенные индустрии. Какие-то индустрии мы уточнили просто, чтобы не было потерь, какие-то индустрии пока пришлось исключить из списка. Например, кворкинги не попали в конечные списки. Но в общем, мне кажется, получился очень хороший перечень. И это очень качественный продукт. и учитывая, что Кыргызстан первым в мире это делает, это, конечно, невероятно, что мы свидетели этого. С момента зарождения идеи она родилась в Ол-Ол-Восток до момента ее публичного объявления в Ол-Ол-Клэнер. Так что я думаю, что не было бы Ол-Ол-Ол-Ол-Ол-Ол-Ол-Ол-Ол-Ол-Ол-НЕ была бы парка. Много людей включилось в этот процесс и очень серьезно поддержало. Но я благодаря своим коллегам, которые каждый день делают свою работу и вносят вклад в том числе в это. Да, это действительно большое-большое событие. Но в этом году у нас об УЛО писало много СМИ. Что вы можете вспомнить? Кроме Форбса. Действительно из-за того, что я больше всего время его провела очень вовлеченно. И столько пролетело, потом вспоминать сложнее. Я помню Форбс. Что еще было? Было Deutsche Welle. Это очень круто, потому что это одно из главных изданий в мире, одно из самых авторитетных. Печатное, разумеется, было? Я видела видео, сюжет. Нет, была еще статья про ОЛО. На немецком или на русском? На русском. Очень подробная статья, где журналист Светлана Познякова взяла очень подробное интервью. Мы разговаривали три часа. Здесь в семь часов встретились, в десять разошлись. Мы ходили здесь по всему ОЛО Планет и рассказывал, что мы делали. Во-первых, это очень классный кейс профессионализма, потому что мы много работаем со СМИ, и я могу различить, когда есть такой глубокий личный интерес. Мне было очень приятно, что так произошло. Потом, да, были съемки Deutsche Welle, но это было не про УМВ, а про ситуацию с Востаней. Вы Project сняли очень классный. Они и ОЛО, и в ОЛО Амчелу приезжали, показывали, как пример. Два видео больших обзора, да, было? Да. Да. Но был у них в общем обзор про креативные пространства в Кыргызстане, а был отдельный обзор про ОЛО Планет, как большой хаб, и вызвал очень хорошо в Кыргызстане. Меня это очень порадовало тоже. Ну и очень много в этом году нас поддерживали журналисты в Кыргызстане, про ОЛО довольно много писали. Ну, в общем, мне кажется, мы получаем очень много внимания, наверное, непропорционально нашему размеру, но зато пропорционально, может быть, необычности того, что происходит в этих сценах. Кроме публикаций в СМИ, было также еще большое количество выступлений. Что вы можете вспомнить? Последний это был, сейчас я вам скажу, Астана Интернешнл Форум. Вы ездили в Лондон. В смысле, последний, с какой точки зрения? В этом году. Последний это был Шумкент. Да. Если ты все поездки раскладываешь. Понимаешь, когда ты была в школе? Я буду осторожен, поэтому я не говорю, я такой, так, что вы помните? Последний был Шумкент. И что классно было, в Шумкент Даниар ездил не один, а ездил в Снуркес. Это наш управляющий менеджер ООО Монхан. И очень приятно, что в такие уже поездки стали присоединяться ребята из команды. В качестве спикеров. В качестве спикеров, да. Это круто очень. Я наездила в Туркеста. А, в Туркеста. Почему я решила, что это? Окей. Я националива кантри-менеджер. Наш кантри-менеджер ездил, выступал тоже как спикер. Потом я у меня в обратном порядке, а то, что я долго делала, вспомню быстро. Очень круто было участие Даниара в конференции в Лондоне. Как она называлась? Beyond. А, точно. Beyond. Beyond. Да. Даниар был единственный спикер в пространстве с постсоветской страны. И я как свидетель могу сказать, что после выступления очень много... Там в основном все слушатели, они были местные, англичане. Они подходили, говорили, что как интересно, как здорово, в общем, выступление заполнилось. А до Лондона... Что еще было? Ну, Астана Интернешнл форум тоже очень крутое событие, масштабное, даже вот по тому, как все было представлено. Обзор был очень крутым, инвестиционный форум. Да, в этом году очень много было поездок. В Азербайджан ездил? Да. В Азербайджане прошел первый форум критерных индустрий. И это очень интересно, что по всей Центральной Азии сейчас разворачивается эта тема. В Индонезию ты в этом году ездил? Нет. Это было в прошлом году, да. Окей. И я выступал онлайн в Каиле. Онлайн, да. Но это было важно, потому что, хотя это было вот такое онлайн и видео, которое Рыза помог записать, после этого с нами связалось Министерство культуры Египта. И мы сейчас обсуждаем разные возможные проекты совместные. Да, это очень интересно. То есть они отреагировали именно на вот это видео и связывались, хотят открыть несколько хабов, изучают, что мы делаем, просят, чтобы мы консультировали, может быть, даже мы сами доберемся до того, что там что-то вместе будем делать. В общем, это очень тоже такой интересный кейс, когда я не поехал, но выступление состоялось, по сути. Ты еще будешь говорить? А то у меня комментарий, он как бы относится, но не напрямую к этой теме. Ну, говори. В Лондоне при разговоре вот глава турецкого British Council, она отметила, что когда онлайн-эфир был, что вот это был один из спикеров, на который очень отреагировали просмотры. Как это правильно сказать? В общем, подключились люди и на это выступление смотрели. Вы кажется, такая звезда, когда вас показывали, так много людей писала, лайкала и так далее. Но я думаю, что это не потому, что я какая-то звезда, но потому, что в Кыргызстане очень классно развиты горизонтальные связи и взаимоподдержка. Да. И все подключаются, все как-то поддерживают, пишут какие-то комментарии и так далее. И это очень интересно. Это не только... Еще вот был комментарий, я сейчас уже, чтобы не врать, не буду конкретизировать. Тоже сказали, что, пожалуйста, перепостите, потому что, когда вот именно со стороны ООО какой-то движ идет, именно эти публикации становятся популярными. То есть, когда кто-то сопричастный к ООО выступает или там фотографии, или текст. Ну и я думаю, ну это как-то приятно, круто. И я в этом вижу какую-то солидарность не только со стороны ООО, команды, а вот игры в целом, сообщества. Это круто очень. Мне кажется, это вот... не знаю, мне кажется, признак чета именно крыжстанцев реализоваться, поддерживать и как на уровне страны тоже, ну как народ, да, получается, потому что это не именно какая-то организация. Мне вот это очень запомнилось. не будем обесценивать твою личность, но все равно, мне кажется, вот это тоже есть. Это тоже наблюдаю везде, даже на конференциях. Помнишь, когда была конференция Критис-Центр-Лейджа в Ташкенте, как крыганская делегация танцевала хоро-жиро, то каждая страна презентовала какой-то свой план развития креативной экономики. Обычно это был один спикер, который выходил и говорил, мы проведем конференцию, мы проведем мастер-класс, что-то такое, да, там, в Узбекистане, в Казахстане, в Таджикистане, в Туркменистане. И потом выходит кыргызская делегация и там вся вместе и начинает танцевать хоро-жиро-го, там, демонстрируя такую кооперацию. И это было прям сильно видно, что креатив-комьюнити в Кыргызстане не воспринимает друг друга враждебно и конкурентно. По сути, вот креативная экономика популяризироваться начала вот с этой группы. Да, и то, что у нас ассоциация существует, в принципе, это единственная платная ассоциация в Центральной Азии, среди креативных индустрий. И это ассоциация, ну, вот, ее сила и проявилась, да, в том, что был принят парк креативных индустрий, потому что все это возможно, потому что хотя нас мало, но мы хорошо друг друга поддерживаем. Очень. И это серьезная-серьезная сила, с которой все считаются сейчас. Вот. Да. Еще интересно, в этом году, в феврале, был воркшоп по созданию креативных хабов, и Ололо там присутствовал, и в форме менторства я ездил туда, чтобы, как бы, часть команды менторов помогать, и были приглашены три наших менеджера, вот, Джибек из Ололо Планет, Эрки Сак, которая была в Ололо Фрилендер, сейчас переходит в Ололо Гиг, и Нурхэс, который управляет Ормандханом сейчас и переезжает в следующем году в Акджол, тоже Айнуре помогать. Я захотела. У себя же. И там тоже было видно, что, ну, вот в мире креативных хабов в Центральной Азии Ололо уже довольно хорошо знают, на нас ссылаются, нас цитируют, нас кто-то не любит, может быть, тоже, и это все хорошо. То есть мы, мне кажется, наша главная цель влиять, развивать, она выполняется. Иногда это развитие через то, что мы что-то созидаем, иногда развитие через то, что кто-то хочет сделать лучше, чем мы, и говорит, я сделала лучше, но дешевле, прекрасно. Это тоже импакт нашей мечты. Мы говорили о том, что было большое количество гостей. Ну вот, я бы хотел выделить, и в свою очередь вы потом тоже скажете, кого бы вы хотели выделить в качестве гостя. Вот, в Олулу Эркиндек состоялась встреча его превосходительства Штанмайера, да, президента Германии и представители посольства Германии с представителями гражданского общества Кыргызстана. Вот, я бы хотел выделить такого гостя. Вы бы кого хотели выделить? Ну да, это очень круто, что президент зарубежной страны, проводя встречи в Кыргызстане, выбрал ООО, и он потом, как мне посолу сказал, он очень хорошо отзывался об этой встрече, он сказал, что в его жизни это одна из самых полезных продуктивных встреч была. и мы знаем, что президент Германии это не очень какая-то значимая политическая фигура. Обычно никто даже обычно не знает, кто это, но в Германии в этот раз это особый кейс, потому что Штайнмайер это бывший министр иностранных дел Германии, министр иностранных дел Германии это человек, который определяет повестку Европы. И Штайнмайер это один из самых известных политиков в Европе, ну и в мире в целом сейчас. Поэтому очень круто, что он сюда приехал и для нас большая честь, что он проводил встречу в ООО Эркенвик. Опять же, когда такие встречи проводятся, я вспоминаю, какое это было помещение до того, как там появился ОООО. Это пустое помещение, которое непонятно было, как развивать. Это недостроенном, виденном. Да, мы еще там начали все строить, когда еще даже дом не был достроен полностью. И потом там начинается жизнь, бурление. Предыдущий посол Великобритании проводил там свой первый прием. Это тоже круто. Прецедент хороший. Да, сейчас президент Германии. Это очень, очень вдохновляет. Вот. Ну, из моих любимых гостей в этом году Алена Тихова. Додор. Это новый CEO Додор. Не Додор Пицца, а Додор Брэнс. Додор Брэнс. Глобальная компания, которая продает франшизы. Додор – это уже около тысячи ресторанов в мире сейчас. И Федор Овчинников, глава Додор, уходит. и в связи с этим новая CEO, которого он сам выбрал и передает сейчас дела. Вот как раз с Нового года Алена Тихова приступит. Она сделает тур по самым главным локациям, где Додор присутствует. И Кыргызстан – это очень важная локация для Додор, потому что благодаря работе команды Есена Джуманова здесь Кыргызстан – это Кыргызстан и Додор – это одни из самых успешных пиццерий во всей сети. Столько, что они поехали теперь во Вьетнаме, открылись, сейчас новые страны готовят к открытию. Это классный кейс, и у нас был здесь очень продуктивный такой ивент, где она и ее коллега, управляющая международной франшизой, тоже выступали. У нас был очень интересный разговор. Эфир есть, и он есть на Ютубе. Ты же будешь вот так говорить? вот сюда давайте вот так сделаем, да, вот здесь будет ссылочка. Давай вот здесь. Меня не закрывайте. Не вопрос, да, продолжение. Продолжение. Я не была на этой встрече, но я получала фидбэк, видела, как многие благодарили за возможность участия в этой встрече. Эта встреча была закрытая, это Арсен Тонский, InDrive, и для меня чем интересна эта встреча была. Я не знаю, что было на той встрече, но для меня вот продолжение это то, что Даниар потом поехал участвовать в кинофестивале, организованной командой InRive в Алматы. И я как мать все равно это скажу. Мне понравилось, что мы решили, что в эту поездку поедет Абай, наш средний сын, и планировали, что платная поездка, посмотрят, что папа делает, присоединится, вместе время проведет. И очень приятно было, когда та сторона и билеты, и проживание охотили за Абай, как благодарность за организацию вот этого ивента. И мне понравился вот этот человеческий подход, потому что все равно, что в частных компаниях, скажем, потому что я понимаю, на уровне каких-то международных, государственных организаций такие вещи сложно делать, но именно в частной компании, мне кажется, от личности руководителя вот это тоже зависит, вот этот подход, как команда реагирует, что они это учли, и вот этот шаг сделали, жест. Мне было очень приятно, то есть я запоминаю, теперь как бы смотрю, более вовлечена, и вот мне вот это продолжение было интересным было. Кстати, вот ты еще ездил в Алматы на этот кинофестиваль. Да, и ну еще была интересная поездка в этом году в Прагу. Когда мы с Атаем там... Это вы в этом году ездили? Да, это было в этом году тоже. И такой насыщенный гост. И воспользовавшись этой поездкой, мы посетили сразу несколько стран и Финляндию, и Данию. А я в Акджоле была, да? А ты была в Акджоле. Мы все пропустили. Да, у нас к сожалению, мы находились не на Иссыкуле в этот период, нам пришлось поездить в Европе. Там было очень тяжело, нам пришлось очень много ходить, посмотреть много креативных пространств и понять, что сейчас все в Европе превращается в креативные хабы. Абсолютно все, библиотека, каждая это креативный хаб, кофейня, каждая это креативный хаб, каждый университет это огромный креативный хаб с большим количеством общественных площадок, ивент-зон, каворкинговых мест, да, вот мы с Айнурой даже в Лондоне ходили, и буквально ты через окно видишь, как внутри все устроено, и ты понимаешь, что это, ну, такое, типа, мини-олу-олу-планет, и он прям везде. И там люди сидят и учатся, представляешь, вот прям за нотиками с обложенными книжками, ты такой, вау, в библиотеках, музеях, такой, окей, понятно, почему вы рулите. Да, это очень такое было insightful, да, такая поездка, когда мы, например, в музее Финляндии, в Хельсинки, не музей, а библиотека в Хельсинки. Там не была, я была в Акджоле. Рассказывай, рассказай. Там было очень тяжело. Да, да, мы поняли. Она очень высокая, там много ступенек. Вот, и эта библиотека, это самое крутое, креативное пространство, которое я видел в жизни. Становится ясно, что то, что мы делаем, это очень нужно, и нужно по всему глобальному югу, потому что на глобальном севере креативных общественных пространств появляется очень много, и это создает очень крутую среду для креаторов и для инноваций. И разрыв между глобальным югом и глобальным севером будет расти, если мы не будем создавать вот такие очаги креативности. Типа, например, в этом году открылся технопарк Coworking, я тоже очень рад, что это произошло, потому что нам очень нужно еще и еще. И разные Coworking, и разные Coworking, и это точно не должен быть только у Лула. Поэтому, пожалуйста, если вы хотите открыть Coworking свой, делайте его большим, приходите рекомендоваться, приходите, получайте рекомендации, мы будем рады помочь. Мы хотим, чтобы пространств было больше, и мы не хотим нести эту ношу одни по развитию этого. Вот. И вот это все еще помогло, эти поездки, они тоже помогли лучше сформулировать, бы мы могли озвучить. Она написала Даниаса и Нура и так все знают. Давайте пройдемся по хаосам. Какие есть новости, что произошло вот за год именно в этом? Мне очень нравится, что происходит в Уололош. Он другой, он очень сильно отличается от других наших хабов. Во-первых, средний возраст людей, которые приходят туда намного ниже. Чем в других хабах. И он очень сильно связан с обучением. Нам учатся и английскому языку, и программированию, и дизайну, и видеопродакшну, и японскому языку. Да. И это такой прям улей, в котором очень много всего происходит, очень много движения. И ты приходишь туда, и ты видишь много людей, которые, ну, может быть, сейчас не могут еще позволить себе офис взять или рабочее место даже. Но они приходят, они берут кофе, они сидят, они как бы соприкасаются с этой средой, они что-то создают, что-то свое, чему-то учатся. И в этом смысле, конечно, то, о чем мы мечтали когда-то, да, открывая SWM, оно происходит сейчас. И тот проект, который мы сейчас реализовываем, он связан и с Accelerate Prosperity, что они были первыми инвесторами, и с Proon, потому что они поддержали, когда мы переезжали в новую локацию, более крупную, они поддержали и помогли нам сделать ремонт, в том числе. И это очень успешный, мне кажется, кейс. И и для Accelerate Prosperity, и для нас, и для Proon в том числе. Ну, еще там выководят Google, облака сынова, это уже вторая локация. Гульнур очень харизматичный человек, который очень классно выступает, которая как мамочка относится ко всем людям, которые там сидят, она прям старается развивать каждого человека вокруг себя, и это классно, когда ты видишь человека, который любит то, что делает, и когда ты помогаешь этому человеку реализовывать вот эту способность. Ну, кажется, у нас в команде все такие, в основном. Да, как бы есть новички, которые еще темные лошадки, но в основном светлые лошадки, да? В основном хорошие лошадки. Да, я там в этом году провел 8 дней или 10 дней, по-моему, в Улу-Лу-Ош каждый день. Да, я подписываюсь под каждым нашим словом. Вот, ты же можешь рассказать про Стэнкэмп. Нет, давайте вы начнете, а я продолжу. Ну, очень классный был кейс, потому что я был выпускником американских программ, и американское посольство, что очень классно, они своим выпускникам программ, тем, которые ездили в Штаты в какой-то программе, я ездил, например, по программе IVLP в последний раз в 2019 году. И это очень, очень качественная программа. Я рад за любого человека из Кыргызстана, который на эту программу попадет, потому что качество организации потрясающее просто. Я был глубоко впечатлен, и когда ты возвращаешься, американское посольство говорит, вы можете взять небольшой грамм на то, чтобы реализовать какую-то социальную инициативу. И мы давно хотели в пешке Киашея провести такой лагерь, где девочки, именно девочки, изучали бы технологии, ну, все, что входит в понятие стиль, да, сайенс, технологии, энтертеймент, артс и матс. И я рад, что это бы реализовалось. То есть американское посольство поддержало нас грантом, на который мы смогли реализовать этот проект. Вот ты там был? Что ты видел? Во-первых, я был поражен и удивлен именно участницам, девочкам этим. То есть они, им там было от 14 до 17, если не ошибаюсь, и они все, во-первых, очень-очень образованные, очень умные. То есть каждая из них ходит на английский язык, они там еще дополнительные какие-то курсы, у них у тех мечты, они там в Лигу Плюща собираются поступать, в Оксфорд собираются поступать, они там после, и это было-то еще в летние каникулы, то есть когда они могли осенние каникулы, точно, когда они могли это время просто провести дома, лежа, да, как остальные, нет, они каждый день приходили с 8 утра, мы еще им начисляли поинты, то есть специальные такие уллу-коины за то, что ты первый приходишь, такая вот стимуляция к игре, и они приходили каждый день с 8 утра до 6 вечера с нами были, проходили вот эти вот тренинги, я действительно очень-очень удивлен вот уровню образования вот именно вот этих девочек, и они все такие, ну, первая встреча они все были такие закрытые, а после, вот мы с ними пробовали 8 дней, и после они раскрылись абсолютно по-новому, они все такие, во-первых, там чуть ли не половина из них плакала, когда мы уезжали, нам с Джемилей, с Джон Голда, с кем мы ездили, нам написали записочки, присылали, типа, Бо, спасибо, что вы были с нами, мы по вам там скучаем, с некоторым до сих пор мы подписаны, у нас есть вот эта группа, у нас до сих пор сохранилась, мы туда, Джемиля туда иногда отправляет какие-то интересные вещи, типа, запишите сюда, приходите сюда, они такие, ой, спасибо, а вы когда приедете к нам, мы хотим, чтобы вы к нам приехали, и вот это вот теплое чувство у нас было тяжело, на самом деле, мне там находиться, но по каким причинам, во-первых, я так долго из дома не уезжал, я привык там к одному, а тут ты уезжаешь, но вот это все положительное, все вот это вот отрицательное, то, что я не поел там сам, не успел, не было времени, это все перечеркнуло, это действительно очень классный, классный проект, который запал мне в душу, вот, и их было больше 50 человек, суммарно, суммарно, в Бишкеке, Аше параллельно, ну вот это еще очень классно, что команда John Gold, и она умеет очень классно подключать людей из других команд, способна делать такую вот акселерацию за акселерацией, они сделали очень, очень много очень сложных проектов, в последние три года, в этом году ездили, Баткен, мне кажется, был тоже в этом году, где-то в начале, я помню, что было холодно, но только это декабрь или январь был непонятно, Баткен был в этом году, мне кажется, он был в этом году, так много прошло в этом году, что некоторые вещи, кажется, были уже 10 лет назад, я посчитал, что за один этот год John Gold реализовал программы, которые, благодаря которым бизнесмены в регионах получили больше 400 тысяч долларов, это больше 35 миллионов сом грантов на развитие бизнеса. Деньги доноров. Это деньги пром, в первую очередь, но были другие доноры тоже, которые реализовывали разные программы, например, мне очень нравится программа, ездят люди из Кыргызстана в Великобританию на сезонные работы, например, собирать клубнику или собирать какие-то другие овощи, и они возвращаются и посольство Британии и Международный офис по миграции, они делают такую программу, дают гранты тем из них, кто готов создавать бизнес. Особенно это ценно, когда ты чему-то там научился, вернулся, здесь это делаешь, и они дают вот такие бизнес-гранты, но эти гранты очень сложно дать эффективно. Понятно, что все хотят получить бесплатные деньги, все мечтают о них, но как выбрать донору тех людей, которые распорядятся этими деньгами лучше всего? Это очень непростая задача, и я рад, что в последние годы есть такая большая тенденция, что доноры хотят, чтобы эти деньги были действительно очень эффективно использованы, и они хотят, чтобы люди, получающие эти деньги, обучались, чтобы их гипотезы проверялись, и чтобы они получали деньги только после этого, а не так, что они получили деньги, какую-то фотку прислали, и, в общем, считалось, что они эффективно использовали деньги. На самом деле, через Джон Голд было реализовано несколько очень крупных программ, вот то, что мы говорим про Бакке, нож, это Generation iMac, очень большая программа, которую сделали с Пронп-сайта, одна эта программа, там больше, почти 5000 заявок было собрано от бизнесменов. Я оговорюсь, мы говорим Джон Голд, Джон Голд, но это всего 4 человека, Даниэль, Алпенай, Джамиля и Айс. Я напомнил советский анекдот, Маркс и Энгельс, это Карл Маркс и Фридрих Энгельс, это не 4 человека, всего лишь 2. А слава КПСС это не лучшая жена, а совершенно разные 4 человека. А у нас Джон Голд, это не 1 человек, а 4. Ну да, но Джон Голд потрясающая, эффективная команда, и такой спецназ. Соберяна такая, да. Вот Айса тоже в этом году ездила за рубеж, она ездила и в Стамбул, и в Ташкент, тоже делала программы, и Джамиля, по-моему, ездила тоже в Ташкент. Да, они вместе ездили. Да. И тоже очень много очень много активности, и то, что делает сейчас Джон Голд, это очень новые для Кыргызстана вещи. И очень мало людей, например, X-ray, посмотрите, тоже, да, делают похожие программы. Очень мало людей в Кыргызстане, которые умеют делать то, что эта команда умеет. Я помню, как Джон Голд зарождался, опять же, от идей до... Первый директор Джон Голда. Не менеджер, но второй. Второй. Первый кто? Сабренисо. А, ну она чуть-чуть совсем. Ну она была и... Давайте дальше. Потом был талант, но... Но что-то пошло не так. Да, давайте дальше. Мы об этом будет отдельный подкаст. Да, с вами. Ну я рад, что ты вернулся в эту. Это тоже хорошая новость этого года, да. Я тоже рад. Ты хорошая новость этого года, бро. Неплохая, хорошая. Хорошая. Надеюсь. Я рад, что в этом году еще команда начала усиливаться. Мне кажется, есть разные этапы роста, да. Один, это когда каждый человек в команде отвечает за определенные функции, например, там, отвечает за конкретный хаб. И у нас лос стоит из множества маленьких команд, которые отвечают за разные хабы. но в этом году еще команда усилилась людьми, которые, ну как бы без которых все эти хабы могли бы существовать тоже, но, может быть, у нас было бы чуть-чуть меньше будущего. Вот, у нас был очень классный эксперимент с социологом, с Алиной Шисаевой, он сделал огромный вклад в развитие ОЛО. В этом году у нас появился психолог в команде Женя Задруцкая. Женя, привет. Хоть ты и в отпуске, надеюсь, ты посмотришь. И многие люди в команде, я думаю, что почувствовали большую возможность пойти и поговорить с кем-то в каких-то трудных ситуациях. И классно, что появился Storyteller. Талант. Мы видим, что ты делаешь, эти подкасты с ребятами за кулисью, они очень классные, да? Да. Мы прям смотрим почти сразу же в этот же день. Истории изнутри, смотрите, да? Давайте сюда ссылочку вставим. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Уже вышло 4. 4 выпуска вышло вроде. Будем стараться делать и дальше. Вернемся к хаосам. Что произошло? Еще? Кстати, сейчас можно наблюдать, как обычно происходят встречи учредителей ОВО, когда есть одна повестка, но от нее постоянно вот так вот ответвления идут. мы начали понимать, особенно на примере All the Planet, что вот если бы мы могли какую-то одну вещь изменить, добавить здесь, то это было бы проживание. И мы начали понимать, что нужно создавать локации, в которых люди смогут жить, не только работать. И наша самая свежая локация, которая уже почти поспела, называется All the Yurt, она запустится уже в феврале, но мы туда переезжаем через неделю. Да? Да. Окей. Мы переезжаем через неделю уже? Через неделю, да. Вау. Ну, как всегда, самый первый офис, заезжаем, Дания там проводит встречи, раскачивается локация. Ну, из какого сначала все, проверяем все на нас, в Новый год, в новый каворкинг, в новый хаб. Да. ну, какая-то часть площадей уже готова, что-то еще доделывается, но степень готовности сейчас больше, чем когда мы, например, в All the Planet заезжаем с тобой. Так что это очень интересная локация, она отличается. Во-первых, там есть хостел и каворкинг, и вент-площадка в отличие от All the Planet. где только каворкинг и вент-площадка. Я думаю, что будет очень много таких ивентов, когда люди будут забуриваться на пару ночей и прям с утра до ночи круглосуточно работать, отдыхать, есть, все это, не выходя из одного здания, и выходить в итоге из этого здания с каким-то прорывом. Я думаю, такого будет происходить очень много, я очень верю, что вот это будет очень востребованный такой продукт. Помимо этих людей, которые будут прижать и жить долго. И это, конечно, благодаря тому, что мы в Востоке поняли, как работает Кулининг, что это эффективно, во Фрилендере поняли, как работают хостелы, и поняли, что это очень эффективно, и хотим усиливать эту тенденцию. Еще очень классный проект это Victory+, потому что мы в Ололо не только занимаемся развитием креативных хабов, но и также участвуем в коммерческой недвижимости по-разному. И наши партнеры Мегастрой, компания, которая когда-то приютила Ололо Хаус в конце 2016 года, и была одной из первых наших локаций, где у нас коворкинг был, и где мы показали, что благодаря коворкингу целый бизнес-центр классно заполняется. Получилось очень классное такое win-win сотрудничество. Мы до сих пор работаем. Мы до сих пор работаем. На прошлой неделе буквально встречались в последний раз. И после того, как бизнес-центр Victory очень быстро заполнился, эффективно начал работать, стало ясно, что если построится еще один бизнес-центр больше, то он тоже будет эффективно работать. И Мегастрой спроектировали, построили, сейчас уже почти достроили, строили здание Victory Plus. Это огромный бизнес-центр 18 тысяч квадратных метров из двух башен состоит на площади Победы с прекрасным видом. И площади в нем уже распроданы, но можно взять в аренду, если кто-то хочет офис. В следующем году, я думаю, что уже к концу первого квартала начнется уже отделка в каких-то офисах. Так что это тоже очень круто, что на 18 тысяч квадратных метров превосставить площадь, которую будет управлять наша команда. Мы готовим сейчас людей для этого. Вот, это очень большое событие. Вот, и я еще хочу сказать про несколько организаций, в которых мы участвуем, в развитии которых мы участвуем, и как ОЛО тоже. Например, Hedge Analytics, это компания, это Think Tank, в котором я состою в наблюдательном совете, в соучредителях, и этот Think Tank располагается с первых дней тоже на площадках ОЛО. Два года уже работает над развитием закона об образовании, но в этом году этот закон об образовании был принят. Принят, да. Это огромная заслуга Гульнары Каликовой, которая очень большую группу, больше 150 экспертов объединила, чтобы это случилось. Я думаю, что где-то там через десяток лет, мы поймем, что это был поворотный пункт, который очень сильно сократил коррупционемкость в образовании, очень сильно повысил мобильность, гибкость, возможность открытия частных школ, университетов и прочего, и детских садов. Еще одна организация это Teach for KG, они тоже базируются на БЛОЛО, и это очень крутая международная инициатива в 66 странах, работающая, в рамках которой люди, которые закончили университет, переучиваются очень быстро и уезжают в регионы преподавать в школу в качестве школьных учителей на два года. И это год назад инициатива начала разворачиваться, я тоже там состою на ДЭТном Совете, и тоже мы всеми силами пытаемся помогать развиваться, предоставляем площади, к примеру, да, и представляем наши ресурсы, знакомим с правильными людьми, которые становятся обчителями, и я рад, что уже вот в этом новом двадцатом году первая когорта учителей будет запущена. В Казахстане это уже произошло, это очень круто. И, конечно, ассоциация креативных индустрий, которую мы тоже хостим с первого дня, которая добилась изменения с парком креативных индустрий, но еще при поддержке медиа, кстати говоря, в прошлом году очень активно работала на развитие проекта цифрового кочевника Крыльстане статуса. В этом году этот список стран пополнился США, Великобритании, Немонией, Кореей, Сингапуром. Это очень большое достижение, что Крыльстан становится страной более открытой для цифрового кочевника. Но самое большое, мне кажется, что в этом году происходило, это Абжо, на чем были сфокусированы самые большие ресурсы всего Уллу, виде вас. Сейчас самый большой ресурс уллу. Давайте плавно и уже приближаясь к концу, вы расскажете о каких-то своих итогах, об итогах сезона, лета Уллу Абжо. Расскажите. Я еще раз убедилась, что Уллу Абжо это очень классное место, потому что до этого действительно посещала, это были такие временные поездки, а здесь это уже практически полгода безвыездно, там. И... Ну, то есть, вот, прелесть этой локации, я ее оценила уже, хотя я не скажу, что там было очень просто классно, да, потому что, тем более, это такая сфера бизнеса, когда ты работаешь 24-7, все. Вот. Ну, очень интересный опыт был и с точки зрения с клиентами работы, да, потому что это не совсем как инноваторы ООО, коттенгент абсолютно разный был. Это также работа с командой, потому что это тоже, как бы, не команды, с которой здесь отличались, там, очень много было сотрудников, которые с региона приехали, это тоже очень интересный опыт. Ну, в принципе, да, там, вести бизнес совсем по-другому. И, ну, у меня сейчас уже как предпринимателя мысли на будущее. То есть, мне очень хочется, чтобы это в 24-м году больше артовости добавить, я сейчас вот думаю, как как привлечь, как работать с людьми, которым было бы интересно, там, пожить, поработать, и вот именно сделать у ОООО более артовым местом. Как это должно быть? Не совсем представляю, но об этом думаю, и, в общем, возможно, скоро какая-то информация появится. Ну, естественно, работа над ошибками. Сейчас уже планы есть по питанию, какие-то идеи, предложения о сотрудничестве. тоже, я буду рада. Тоже пишите. Да, пишите напрямую. И, ну, и мне что нравится, это реально очень хорошая, классная школа. Ну, часть команды выдергиваем из Бишкека для работы на лето, и обычно, кто выживает, скажем так, они возвращаются уже с победой, с щитом, и обычно занимают уже какие-то такие позиции управляющие, как раз Пегема, например, на ДЭТУ она сработала, вернулась потом, и после долгого отсутствия меня забрали в Артём, и сейчас она, например, ла-фриландером управляет. А Лена тоже, она была под управлением Меркисак, сейчас управляет ла-фэмили, это тоже круто. И вот там действительно есть возможность, как бы сказать, проходишь сквозь Крым, ой, Крым, не надо говорить. Крым-ты. Крым-ты. И, ну, видно, как человек себя проявляет, как управленец, это очень интересно, лучше наблюдать. Видите. Вот. Да, самое главное, самое главное, в 2024 году планируется такой глобальный запуск. Мы уже начали сотрудничество, ну, как, приобретать черты, но на счёт в 2024 году, это мы заключили договор со строительной компанией Royal Contractions, потому что на территории Оу-Луан-Джоу будет строиться такой квартирный городок, и будет возможность проживать в Оу-Луан-Джоу круглогодично. То, о чём многие наши лояльные клиенты, которые понимают ценность Оу-Луан-Джоу, спрашивали, вот с этой целью этот проект планируется, и, надеюсь, через пару лет мы сможем уже дать возможность людям проживать там круглогодично. Тоже следите на странице Оу-Луан-Оу-Сити, будем рассказывать, держать в курсе. Класс. Мы работаем ещё с одним очень интересным проектом сейчас, я не могу о нём говорить пока в деталях, но это тоже очень сильно расширяет то, чем занимается Оу-Луан-Оу. Мы посчитали, в скольких бизнесах Оу-Луан-Оу поучаствовал за эти годы. Оу-Луан-Оу исполняется 8 лет через месяц, 1 февраля. Ого. Ого, но с другой стороны, знаешь, за 8 лет это больше 30 разных направлений, в которых мы поработали. Что-то продолжилось, что-то нет, но мы много чему уже научились, и когда я говорю мы, я в первую очередь имею в виду команду, они нас троих основателей. Больше всего я горжусь и люблю нашу команду, в которой люди настолько многообразные, в которой люди настолько открыты к новому. Вот ты брал интервью Георгий Саг, и она там говорит, я ничего не понимаю в отельном бизнесе, мне сказали пойти во фрилендер, я пошла во фрилендер, я ничего не понимаю в питании, мне сказали, отвечаешь за столовую, за то, чтобы накрывать, я взялась. И они так говорят, я ничего не понимаю, но это отражает больше не отсутствие профессионализма, а именно открытость к новому и готовность брать. И вот эта смелость нашей команды, я ее очень люблю, и еще мне нравится, что в этом году тоже среди того, что добавилось, усилилось, мы пробовали работать с Айданой в качестве такого growth-hacking менеджера, и очень успешный кейс у нас получился с Райхан тоже, которая каждую неделю сейчас чему-то обучает, обучение превратило в такую систему, я очень этим доволен. Мне еще нравится, что Райхан вообще-то уходила из компании, но она вернулась, и мне вот это очень приятно, и я считаю, это тоже хорошая новость 2023 года. Да, ну и даже есть люди, которые в этом году от нас уходили, но по факту мы их каждый день видим, они возвращаются в качестве дома, или они что-то другое делают, например, Алтанай, она решила делать что-то новое, но она также с нами постоянно соприкасается, Азиза, да, тоже сейчас запускает такой клуб, где из Хэрхэн Мэйфи, Ачурёк, буду делать Ачурёк, да. Ачурёк тоже, да. Вот это, мне кажется, очень особая, особая черта Ололо, что когда люди уходят из команды, Ололо как будто становится больше, как будто бы он становится в еще большем количестве мест, как зерно, что-то новое вырастает. Да, это совсем не похоже на многие бизнесы, которые я наблюдаю, где если человек уходит, это трагедия, это разрыв отношений, сжигание мостов. У нас такой кейс тоже был. Ну, да, но это произошло, скажем, всего один или два раза за всю историю, да, и это было, наверное, очень особенный человек, а так в основном у нас потрясающе хорошее отношение со всеми ребятами, которые уходили, но мы их очень любим и какое-то ощущение есть, что в какой-то момент обязательно что-то возобновится и будет по-новому, так что привет Рахназа, Султан, Насия, Айпери, Илья, Суетай, и в общем много-много наших любимых ребят, которые всегда остаются ООЛО-лошными. Вот это, мне кажется, главное-главное, что есть в ООЛО, это вот эта потрясающая команда, потому что... Кумышай. Кума, это вообще большая любовь, и да, я думаю, что тоже мы когда-то снова будем пересекаться. Вот ты уходил и вернулся. Да. Вот, а даже только ты вернулся, ты здесь постоянно торчал. И мы уже какой-то момент сказали, Зужи, ну уже приходи и работай, да, и вот эта орбита, она как-то происходит, вот это взаимодействие. Мне кажется, это какая-то компания нового типа, я этим очень горжусь, и вот это для меня самое главное достижение. То, что мы открываем новое пространство и так далее, это следствие того, что мы строим, мне кажется, очень необычно, очень необычно в компании. Вот. Да, и вот про пожелания следующего года, думаю, как-то желать стабильности немного смешно, потому что в этот нестабильный мир, когда на 5 лет уже никто не планирует, наверное, всем нам стойкости, антихрупкости, чтобы любые ситуации, которые происходят, чтобы они в итоге конвертировались в какой-то большой плюс и меньше страха, больше любви. Мне кажется, это идеальное окончание, да? Может, Даниэль, ты можешь сказать, я присоединяюсь к вышесказанному. Я не могу улучшить то, что говорит эта женщина. Все, тогда на этом мы заканчиваем. Всем этот выпуск выйдет перед Новым годом. Да? Да, я надеюсь, все успеет. Так что хочется пожелать, наверное, хорошего Нового года. Все, и мы на этом заканчиваем. Спасибо большое, что пришли и уделили. Я его знаю. Сейчас он скажет, типа, давайте еще чуть-чуть посидим, и это тоже попадет в видео. Все, всем пока. Веди себя прилично. Всем пока. Всем спасибо. Сидите, а вы же не саталька по проекту в медиа. Сейчас появится, допустим, батарейка, я чувствую. Ну, ладно уже, бро. Нет. Говорите на правах в медиа. Я сделал все, что мог, а от меня ничего не зависело. Нормальная ответственность перевешивает. Ну, хорошо, окей. Сколько там? Три минуты? Я могу бы сказать, так как это все записывает медиа, я не сказал, что мы ковыряемся в носу, если мы не скажем это, то расскажу, что очень классный проект в этом году. Очень хорошая команда, слаженная, результативная. Несомненно. Да. Очень хорошие люди, главное. И проект с Бритишкацелл был очень классный, потому что Британский Совет это, наверное, сейчас главная организация в мире, которая развивает креативную экономику, прям целенаправленно, создает очень много документов, связанных там, исследований, уроков и прочего. Они записали очень классный курс вместе с Oxford Associates по развитию креативной экономики, по обучению людей, которые влияют на развитие, да, и на политику развития в своих странах. И вот в рамках этого курса они решили попробовать запускать когорты в Центральной Азии, выбрали нас в качестве организаторов этого, и Улл-Медиа перевели весь этот курс на русский язык, на лыжиные субтитры, выбрали ту часть курса, которая актуальна для Центральной Азии, и потом организовали ивент на Иссыкуле с участниками из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана. Получилось очень классно, потому что в том числе благодаря этому сейчас вот в Казахстане возможно появится скоро ассоциация креативных индустрий, я очень рад наблюдать вот этот процесс, очень много разговоров сейчас о создании этой ассоциации, и, например, год назад не получалось, но Британский Совет потрясающая организация, я рад, что медиа в этом году с ними поработали, и еще этот потрясающий проект был с Текстер Дим, который не просто был проектом, где организаторы там типа запулили страничку, вложили деньги в промежутки, в движение, больше 4000 постов разных людей было создано в рамках этой компании Текстер Дим, которая была нацелена на развитие медиаграмотности у людей, на перепроверку того, что говорят слухи, и какое-то потрясающее количество миллионов, около 4 миллионов просмотров у всего, что записали в рамках этой компании. Это не считая других очень классных ивентов, в которых в этом году поучаствовал например, UN Day. Мне очень тоже радостно, что в этом году UN Day был даже не в Бишкеке, а в регионах. В Таласе и Бишкеке. Концерт. Не только в Таласе, еще в Нарыне, мне кажется, были классические концерты, которые проходили в День ООН, в честь Дня ООН, IT4BIS, конференция с Юлистическим банком реконструкции и развития, в Бишкеке и в Караколе, которые тоже придумывали вместе, реализовывали вместе. и, конечно, централизатский тур автобусов для креаторов, когда Ташкент, Алматы, Бишкек друг к другу в гости поездили. Очень крутые коллаборации разделились из-за этого. И, не знаю, если ты хочешь мира, мне кажется, нужно знакомить людей друг с другом, а не просто рассказывать людям, друзья, не надо воевать, надо дружить, давайте сотрудничать и так далее. Вот в том числе вместе с централизатским дизайн-хабом мы реализовывали этот проект по поездам креаторов в соседние города. Тоже очень горжусь этим проектом, потому что даже в Лондоне мы обсуждали этот проект. Людям очень нравится, что мы здесь очень смелы в пробовании новых форматов в развитии креативной экономики. Класс. Все, мы сказали все, что нужно было. Радостно. Ну все, тогда. Что? Подкасту быть. Подкасту быть. по-другому. Все, на этом точно. Точно все? Точно все, да. Спасибо большое. С новым каналом. Тут вот пусть будут эти бенгальские огни. Как будто в руках. Ладно, постараемся сделать. Пожалуйста. Ура. Вы с такой дуракей, я вас уже 5 минут не записывал. Да, да, да. Все закончилось. Все закончилось. Продолжение следует...